Такое письмо пришло. Желание у компании «Русгидро» имеется, и оно не единичное. Насколько я помню, это уже не первая попытка передачи так называемой части, как они называют, шлюзового моста протяженностью 231 метр со стойками, которая является с их точки зрения уже ручной дорожной сетью общего пользы городской инфраструктуры. На эту тему мы провели уже не единичные переговоры, и наши письма, как от исполнительного органа власти, говорят о том, что мы не считаем это необходимым, и самое главное, что это достаточно большой сгусток стратегического объекта, где находятся и железные дороги, где находятся и шлюзы, которые находятся в собственности агентства морского и речного транспорта. Шлюзовый мост 71-го года требует, конечно же, постоянного поддержания, соответственно, затрат. У города Балакова на данный момент в бюджете затрат на содержание моста мостов нет. Поэтому на данный момент мы не видим целесообразности приобретения, передачи этого моста. Да, нам пытаются сказать о том, что его будут продавать в частные рубки, будет плавный мост, что создатся коллапс, трафик движения пойдет через мост Победы, но это недопустимо, потому что большой грузовой транспорт туда не сможет идти. Нет там особого движения никакого. Мы не видим вообще целесообразности на сегодняшний день передачи и уж тем более установки какой-либо платы через этот мост. Вот так на данный момент разбиваются события, наши позиции юридические отрицательные. Вопрос законности еще, и так понимаю, Владимир Александрович задает. Александр Александрович, точнее. Дело в том, что до принятия решения о возможной передаче, нужно рассмотреть вообще вопрос о том, насколько это законно, сам факт передачи такого сооружения на Балманский муниципалитет. Это стратегический объект фактически, который требует, как вы сказали, глобального положения и обслуживания. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения тоже этот вопрос нужно рассмотреть. Мне кажется, что два моста отличаются друг от друга, там все-таки происходят и шлюзование, и железная дорога. И здесь, если речь идет о передаче, я, конечно, за весь депутатский корпус тоже не хочу говорить, но мне кажется, здесь стоит учитывать. И под мостом проходят корабли, потому что есть газ, по-другому такая. Поэтому принимать и нагрузку на бюджет такую колоссарь вынести, мне кажется, тоже со стороны ЕГЭС тоже, мне кажется, такое предложение. Не очень справедливое по отношению к бюджету, тем более, что там и представитель ЕГЭС является тоже депутатом городским. Поэтому я тоже думаю, знает и понимает, насколько сложный бюджет мы принимали на 2019 год. И с каким большим дефицитом все это дело у нас в следующем году будет реализовываться.